Си Цзиньпин Си Цзиньпин Си Цзиньпин подчеркнул, что готов совместными усилиями поднимать стратегическое партнерство с Кувейтом на более высокий уровень. Си Цзиньпин Спрос на поставки замороженных товаров в КНР по итогам года составит 350 миллионов тонн, примерно на 6% больше прошлогоднего показателя. Таким прогнозом поделились китайские аналитики. Доходы отрасли вырастут более чем на 5% и составят 517 миллиардов юаней. Число грузовиков с рефрижераторами в Китае увеличится примерно на 13% за этот год и превысит 43 миллиона. Тем временем общий объем складов для замороженных продуктов возрастет более чем на 8% почти до 230 миллионов кубометров. Чтобы индустрия достигла новых высот, эксперты предлагают внедрять больше высоких технологий. Активно применяя передовые умные решения, мы сможем повысить прозрачность, эффективность и качество поставок замороженных товаров. В отрасли особенно востребованы технологии интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта. Не менее интересные перспективы открывают системы, позволяющие сопоставлять предложения со спросом, оптимизировать рабочие процессы, вести мониторинг услуг и оборудования. Эксперты напрямую связывают рост в морозном секторе логистики с развитием инфраструктуры. Но в отрасли остаются и проблемы, которые только предстоит решить. Среди них недостаточная стандартизация, отставание отдельных регионов и расхождение спроса с предложением. Поднебесная почти 9 лет занимает первое место в мире по масштабам применения промышленных роботов. Всё это время индустрия быстро развивается и активно внедряет инновации. Крупнейший китайский производитель промышленных роботов работает в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун. Компания начала свой путь к успеху почти 30 лет назад. Тогда она выпускала в КНР роботов и сварочное оборудование для японской корпорации «Панасоник». В то время у нас было очень туго с деньгами. Рабочая сила стоила дёшево, а стоимость робота составляла сотни тысяч юаней. Продвигать такие технологии в Китае было по-настоящему сложно. Но я продолжал работать, потому что знал, открытая экономика страны сгенерирует достаточно спроса на высококачественное оборудование. Со временем компания стала внедрять собственные новаторские технологии и внесла ключевой вклад в подъём китайского рынка электромобилей. Она стала одним из ведущих поставщиков систем сборки для этой индустрии. Сейчас робототехнический гигант из Гуанчжоу создаёт производственные линии, способные собрать новый автомобиль менее чем за минуту. Благодаря гибкой архитектуре на них можно одновременно выпускать восемь разных моделей. «Мы уже внедряем наши решения в мировой промышленности. Технологии не знают границ, но требуют постоянного обучения чему-то новому». По мнению экспертов, спрос на промышленных роботов в Китае и на мировом рынке продолжит расти. Следующим глобальным вызовом для индустрии станет внедрение в производство искусственного интеллекта и интернета вещей. «Нам нужно больше инвестировать в фундаментальные исследования. Местные производители не могут самостоятельно решить вопрос цифровизации. Им нужны алгоритмы, вычислительные мощности и специалисты по программированию. Поэтому важно понимать, какой вклад китайские технологические гиганты могут внести в модернизацию промышленности». Чтобы поддержать инновационные производства в Гуанчжоу, китайские власти создали отдельную зону технологического и индустриального развития. Она привлекла в город венчурный капитал и крупнейшие компании мира. В провинции Хайнань киноиндустрия развивается рука об руку с экономикой. К такому выводу пришли участники тематического форума на Хайнаньском международном кинофестивале. В дискуссиях на этой площадке приняли участие известные режиссеры, предприниматели и чиновники. «Провинция Хайнань хорошо подходит для развития как туризма, так и культуры. Важнейшую роль в этом играет кинематограф. Я считаю, что международные обмены и продвижение киноиндустрии – отличная инициатива местных властей». Хайнаньский международный кинофестиваль организован на очень высоком профессиональном уровне. В этом году я встретила здесь много друзей. Это так здорово. Я люблю привозить французские съемочные группы в Китай. Они всегда открывают для себя что-то новое и часто удивляются тому, как здесь снимают кино. В программу Хайнаньского международного кинофестиваля также вошли форумы, посвященные технологиям в кинематографии и защите окружающей среды. Субтитры создавал DimaTorzok